Это я. Это одна из первых моих экскурсий. Вот я только совсем недавно устроилась в музей. Я приехала в 1985 году в Новую Ренгой и работала я в библиотеке, которая находилась вот в этом самом здании, где сейчас музей. То есть это здание было разделено на две части. Филиал городской библиотеки и филиал Тюменского областного музея изобразительных искусств. Через год я пришла в музей работать научным сотрудником. Потом, наверное, через три года я в 29 лет стала директором музея. Город был, он был другой. В городе было очень-очень много песка. Это сейчас кажется, что его много. То есть тротуаров не было практически. Перекресток возле Сибири на 26-го съезда. И дорога уходит на Губкино. Вот это место называлось Светофор. Потому что там стоял единственный в городе Светофор. Так же люди говорили, встретимся у Светофора. И все знали, где это находится. Горожане ходили в музей. Но причем, конечно, больше ходили зимой. Летом в то время как-то город вымирал абсолютно. То есть детей, наверное, всех увозили. То есть было пусто-пусто. Когда я пришла, фонд музея был что-то там чуть больше 200 единиц. А сейчас он насчитывает, наверное, около 4 тысячи. У нас до сих пор хранятся такие амбарные книги большие, которые обязательно надо было от руки записать все. Все данные о произведении, его номер, по какому документу принят. Получили пейзажи, какие-то производственные произведения, натюрморты. Вот дар Карабахский мотив. Союз художников Армении подарил очень хорошие живописные работы на Карабахском музее. Я считаю, это вот одни из лучших работ того времени. Вот одна, кстати, одна из первых работ. Вот, например, работа Маркеева Василия Васильевича. Он прочитал в газете, что в Новом Уренгое открылся филиал Тюменской областной картинной галереи. И он прислал ее в подарок по почте в Новом Уренгое. Я помню первую свою выставку, которую меня научили правильно развешивать картины, завязывать специальные узелки. Я помню, что у меня вот так вот руки были изрезаны этими нитками. Большие работы, которые везли на самолете, на транспортном самолете у Уренго и Газпрома. Мы улетали с маленького аэропорта в Москве. И вот уже все, уже картины погружены. И вдруг оказывается, что самолет не полетит. Мне пришлось уйти. Я ужасно страдала. Утром, когда меня туда пустили, первым делом кинулась пересчитывать картины. Ну, музейщики, они все чуть-чуть сумасшедшие. Сосчитать картину, вот это главное. Мы делаем для людей, а люди тоже, от них идет отдача, душевное тепло, какие-то их пожелания, какие-то вещи, какие-то их личные истории, которые они приносят в музей. Вот он так и создается. Музей – это очень живой организм. И мне хочется, чтобы Новый Уренгойский музей просто продолжал им быть.